Вообще гречка идеально подходит для диетического питания. Концентрация витаминов и минеральных веществ в ней в полтора-три раза выше, чем в других крупах. Именно эти полезности и помогают ускорить обменные процессы в нашем организме. Но на одной гречке сидеть нельзя, эффект может быть обратным, поэтому всегда к ней что-нибудь добавляйте, например, творог. Да-да, наши бабушки крупиник именно так и готовили. А нам для этого потребуется 1 стакан гречневой крупы-алейка, 200 граммов творога, 100 граммов сметаны, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара и чуть-чуть соли. Как вы уже догадались, крупиник готовится на основе гречневой каши, поэтому сначала нужно ее приготовить. Воду доводим до кипения, а сами промоем гречку. Вот интересно, почему в России гречка так популярна, а в Европе ее практически нет? Все дело в том, что гречка низкоурожайный злак. Она дает всего от 4 до 10 центнеров с гектара, тогда как рис может давать и 150. В общем, такой крупной от горной гречке как олейка нужны бескрайние, залитые солнцем алтайские поля. Вода кипит, солим, высыпаем гречку и сразу убавляем огонь. И ждем, пока вода полностью выкипит. Наша каша сварилась уже 10 минут назад. Мы дали ей немного остыть, и теперь добавляем к ней творог. Сметану, 2 яйца и сахар. И все хорошенько перемешиваем. Крупиник – это запеканка, которую часто используют в детском питании. Гречка в сочетании с творогом является полезным и питательным дуэтом. Выкладываем эту массу в форму для запекания, смазанную маслом. И сверху смазываем сметаной. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут. Подавать на стол ароматный крупиник можно с маслом или сметаной. Такое блюдо уместно как на завтрак, так и на ужин. Как в горячем, так и в холодном виде.